Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Свет увидела книга ученых Института психологии образования Казанского федерального университета «Непрерывное педагогическое образование в России», изданное всемирно известным издательским домом «Эмеральд», публикующим серию «Педагогическое образование в мире». Книга представляет собой коллективную монографию из девяти глав, посвященных уникальной истории и современному состоянию педагогического образования в России. Она отражает непрерывный характер профессиональной подготовки учителей в нашей стране, что позволяет обеспечить ее качество для решения государственных и общественных задач. В течение двух с половиной лет над монографией работал большой состав исследователей Института психологии образования Казанского федерального университета. Профессора Роза Валеева, Айдар Калимулин, Гасан Гусейн-Ибрагимов, Алмаз Галимов, Татьяна Баклашова, Вера Власова, Венера Закирова, Альфия Масалимова, Валерьян Габдулхаков, доценты Оксана Вашетина, Лиля Латыбова и Регина Сахиева. Аренда жилья – самый простой и доступный способ решения квартирного вопроса. Но это также один из самых уязвимых сегментов с точки зрения различных махинаций и мошенничеств. Для того, чтобы найти жилье мечты, можно обратиться либо к риэлторам, либо к онлайн-сервисам в интернете. Однако в обоих случаях квартира-съемщик рискует попасть в руки мошенников и потерять существенную сумму денег. О самых распространенных махинациях и способах обезопасить себя узнаете в нашем следующем сюжете. Конец весны и лета – традиционно самый выгодный период для поиска жилья. Это известно всем, в том числе и мошенникам, которые рады обмануть неопытных и наивных людей. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники. Но чаще всего обману подвергаются именно первые. Стоит помнить, что недвижимость – один из самых выгодных способов вложения капитала и широкое поле деятельности для инвестирования бизнеса. Именно поэтому рынок жилья очень привлекательный для различного рода махинаций. А сделки купли-продажи всегда связаны с определенными рисками. Мошенничество в отношении того, кто сдает. Здесь всегда было много злоупотреблений. Другой вопрос – не всегда они дотягивают до статьи 159. Я думаю, что все насочны, что и ваниматель может устроить сюрприз хозяину квартиры. Хозяин квартиры тоже может создать должность ванимателя. Существует несколько классических схем, которые нужно знать каждому. Одна из первых – фейковое агентство недвижимости. Потенциального арендатора вынуждают заключить договор на оказание информационно-риелторских услуг, обещая подобрать идеальную квартиру с нужными условиями и очень выгодной ценой. Человек вносит предоплату и получает список телефонов собственников и адресов, по которым жилье либо не сдается, либо сдается, но уже совсем не то, что указано в продемонстрированных ему объявлениях. Деньги в этом случае вернуть не удастся даже через суд. В договоре, как правило, несколько позиций отыгрывается, что вам информация предоставлена. Второе – что вы заплатили за аккределенные услуги информационные. И третье – это за формирование договора. Классика жанра – это три позиции, за которые платит человек и, соответственно, лишает своих денег. Одной из распространенных схем является и внесение предоплаты. В интернете выставляют объявления о сдаче квартиры с отличным ремонтом по цене ниже рынка. Однако, позже выясняется, что помещение якобы уже сняли, но есть другие варианты, правда, чуть дороже. В таких случаях, чтобы не упустить очередной хороший вариант, просят нести предоплату на банковскую карту для резервирования квартиры или оперативного просмотра. Но после оплаты выяснялось, что таких квартир просто не существует, либо адреса не настоящие, а деньги, переведенные на расчетный счет, давно сняты и израсходованы. Мошенник всегда заинтересован в том, что его предложение должно быть самым привлекательным. Цель – пока не выявили эту схему, пока не выявили этого человека, который заработает на этом объявлении максимум. А излишняя привлекательность, если это объявление, это же некий средний уровень, выгоднее, чем все остальные, я думаю, его проверять нужно с особой чёткостью. Еще один распространенный способ мошенничества – подмена адреса квартиры в договоре найма. Бывают ситуации, когда человек приезжает в квартиру, осматривает ее, подписывает бумаги и вносит оплату, а затем обнаруживается, что в договоре указан другой адрес. Причем по другому адресу квартира может вовсе не сдаваться, либо представлять собой непригодное для проживания помещение или, в лучшем случае, с худшими условиями. В этом случае также очень сложно доказать факт мошенничества, так как квартиросъемщик самостоятельно подписывает договор сложными данными. Если человек не посмотрел договор, опять же, это ошибка, это невнимательность, это чьи-то зономерные действия. Если это зономерные действия, которые приводят к большим потерям, то есть когда теряются серьезные деньги, здесь мы говорим об уголовном преследовании. И тут, как себя безопасить, ну, первое, читать, читать внимательно, обращаться к специалистам, а второе, если все-таки это случилось, здесь уже, кроме как, уголовное преследование. Мошенниками зачастую выступают и сами собственники. К примеру, они требуют перевести аванс на карту до показа жилья, чтобы убедиться в серьезности намерений будущего квартиранта. Человек думает, что пара тысяч сэкономит ему впоследствии больше денег, но потом не может добиться ни показа квартиры, ни возврата аванса. Причем такой перевод никак не оформляется, поэтому вернуть деньги вряд ли получится. Нередко владельцы жилья предъявляют счет за царапину на антикварном стуле или плохо закрывающуюся дверь в одной из комнат, даже если их наличие не было прописано в договоре. В итоге корыстный арендодатель предъявляет нелепые претензии, чтобы выселить съемщика и оставить себе залоговую сумму и арендную плату за месяц, а затем сдать ее новой жертве. Большинство жертв, которые попались на эту уловку, крайне редко обращаются в суд, поэтому чаще всего деньги остаются у собственников без каких бы то ни было оснований. Если есть какие-то сомнения, мне кажется, дешевле будет обратиться к юристу, который посмотрит и скажет, что есть подводные камни, по этому договору ваш контрагент, который вам сдает квартиру, может поступить таким образом и ему юридически доказать будет что-то сложное. Практика показывает, что доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости низкая, ведь чаще всего поиск участников мошеннических схем занимает много времени. Сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Установить многих виновных и привлечь их к ответственности не удается, поэтому, по мнению экспертов, важно повышать свою финансовую и юридическую грамотность и быть в курсе о классических и новых схемах мошенничества, чтобы не стать одной из жертв. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универ Новости. Крокодилы существуют более 84 миллионов лет, и все они имеют схожее поведение и характеристики. Сегодня в эту группу входят крокодилы, аллигаторы, кайманы и гавиалы. Чем виды отличаются друг от друга и какие наиболее опасны, расскажет Дмитрий Ушанкин. Крокодилы Например, форма морды. Крокодилы – плотоядные животные, и в зависимости от их возраста и размера их рацион может различаться. От насекомых до крупных млекопитающих. Собственно, современные крокодилы стали формироваться порядка 80 миллионов лет назад. То есть, вот этот длительный процесс, который начался примерно 250 миллионов лет назад, около 80 миллионов лет назад завершился образованием как раз тех животных, которым мы называем крокодилы. И они сформировались как животные водные. И вот это обстоятельство, водный образ жизни, способность замедлять свой метаболизм, а крокодилы, они как раз вот, по всей видимости, за счёт того, что их метаболизм был более замедленный, чем исходно у предков и у динозавров, это дало им возможность пережить то вымирание, которое уничтожило динозавров. То есть, динозавры были в массе своей достаточно активными, подвижными животными, теплокровными. Как и у гавиала, у каймана также длинная заострённая морда, но она далеко не такая тонкая и длинная. Пасть аллигатора латинская, U-образная, а у крокодила пасть V-образная. Современный отряд включает в себя не менее 15 видов крокодилов, 8 видов аллигаторовых и 2 вида гавиаловых. Основной рацион взрослых гавиалов состоит из рыбы, для которых идеально подходит их длинная морда со 110-ю острыми, как бритва, зубами. Аллигаторы являются высшими хищниками и питаются черепахами, собаками, пантерами, медведями, андаторами, птицами, оленями и змеями. Они могут быть ленивыми и проводить большую часть своего времени, подстерегая добычу в засаде. Но также они могут быть и быстрыми, когда бросаются в атаку. Выбор цели зависит от их размера и возраста. Кайманы – хищники с мощными челюстями и множеством зубов. Но несмотря на свои внушительные размеры, они обычно не представляют угрозы для людей или крупных животных. В отличие от крокодилов и других аллигаторов схожего размера, кайманы более спокойны. Основная добыча кайманов – водные беспозвоночные, рыба, амфибии, птицы, а также мелкие млекопитающие и рептилии. Аллигаторы – это в основном жители Америки. То есть, если вот мини-сипский аллигатор – это житель южных штатов США, кайманы – это в основном выходцы из Южной Америки. То есть, это вот северная часть – это Бразилия, допустим, Оренока, Венесуэла и так далее. Один вид аллигаторов обитает на юге Китая. Это китайский аллигатор. А вот крокодилы – это животные, которые населяют все тропики. То есть, они встречаются по всей тропической зоне. Америка, Африка, Южно-Юго-Восточная Азия, Северная Австралия. То есть, весь вот пояс экватора населяется как раз этими животными – крокодилами. Все четыре вида чрезвычайно опасны, и их следует избегать. Однако для человека большую угрозу представляют два вида – крокодилы и аллигаторы. На самом деле, аллигаторы гораздо более послушны, чем их родственники – крокодилы. Они, как правило, нападают только тогда, когда их спровоцируют или они голодны. А крокодилы нападают только потому, что кто-то находится рядом с ними. Эти крупные полуводные рептилии гораздо более активны в воде и проводят меньше времени, загорая как аллигаторы. Подробнее об этих опасных рептилиях вы сможете узнать в ближайшее время в программе «Как так?». Дмитрий Ушанкин, Аделина Абдрахманова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Сегодня, как никогда, актуален онлайн-шоппинг. Это просто, удобно и экономит время. Особенность таких покупок в том, что не нужен личный контакт, не нужно никуда выходить. К таким условиям нетрудно привыкнуть. Но что может скрываться за таким, казалось бы, безобидным времяпровождением? Многие люди признаются в зависимости от онлайн-покупок. Ведь для одних это экономия времени, а для других попытка справиться со стрессом и поднять себе настроение. Однако порой многие даже не догадываются, что маркетплейсы самим фактом своего существования влияют на их выбор. По словам экспертов, часто потребитель не знает, что он хочет в первые минуты подбора вещей онлайн. Потребуется небольшое количество времени, и все. Ты в пучине соблазна. Прежде чем выпустить продукт, чем выложиться в его производство, нужно, конечно, оценить рыночное преимущество, целевую аудиторию, на кого этот продукт. Понимаете, да? И самое главное, ответить себе на вопрос, а почему будут покупать мой продукт? Потому что сейчас очень много производителей схожих продуктов по функциям, по свойствам, по качествам. Но когда вы уверены в уникальности и незаменимости вашего продукта, то здесь работает очень простое правило – сами придут, сами купят. Покупая товар онлайн, потребитель не может оценить его реальную необходимость, ведь перед глазами картинка. Если в реальной жизни покупку можно потрогать, повертеть в руках и оценить все «за» и «против», то в онлайн-покупках такая возможность отсутствует. Здесь основной критерий выбора – нравится или не нравится. Если мы говорим о качестве продукта, то мы уже прекрасно понимаем, что самая хорошая реклама – это ее отсутствие. Потому что когда товар хороший, его будут покупать и без усиленных мероприятий по управлению, продажам и продвижению. Конечно, первое время можно вызвать с помощью рекламных инструментов, пиара, всевозможных инструментов продвижения, просто такой, знаете, интерес, интригу вокруг продукта. Но как только пойдут первые отрицательные отзывы – маркетинг бессилен. Конечно, не надо верить большим скидкам, потому что мы прекрасно понимаем, что чем выше скидка, тем меньше прибыли производителю. Кто на это пойдет – нет. Существуют определенные лимитированные скидки, которые – да, это сезонные распродажи, это всевозможные акции, это – да. Это тот инструмент, который себя оправдывает. Вспомните пример с «Черной пятницей». Он всегда проводится в ноябре, перед новогодними распродажами, перед новогодними праздниками. Но когда вы видите, что скидка 50-60-70%, к ней надо относиться с осторожностью и всегда смотреть, с чем это связано. Маркетплейсы умело манипулируют потребителями, убеждая купить здесь и сейчас по выгодным ценам. Могут быть ограниченные предложения, скидки, определенные часы, когда товар продается именно по этой стоимости. У покупателя возникает страх упустить выгоду, и он берет товар, даже если он сейчас не нужен. Арина Арсланова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok